Просыпайтесь у нас в студии волонтёры, люди... Почему я так говорю? Вам можно, в том числе. Человек с большим сердцем и человек с очень занятым графиком. Почему? Потому что это координатор по работе с волонтёрами Волонтёрского корпуса Новосибирской области Маргарита Юрченко. Доброе утро. Доброе утро. Маргарита расскажет нам о том, что Новосибирская область стала одним из 15 регионов, где будут созданы ресурсные центры для реализации волонтёрской программы чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Казань 2019 на федеральном уровне. Всё, правда, так круто и серьёзно? Я прям путаюсь в этой большой длинной фразе. Вы путаетесь, я сижу и очень рада, что вы наконец-то выговорили это, потому что, да, действительно, название очень длинное, и оно соответствует важности события. Мы начали к этому готовиться ещё в том году, это был долгий путь, когда Казань провела конкурс на право стать ресурсным центром. И все регионы здесь, волонтерский центр, просто за их дыхание начали собирать документы, какой у них классный ресурсный центр, да, может встать и готовиться. И разбираться, что же это такое, главное WorldSkills, это движение. Самое клёвое, во-первых, разобраться, что такое WorldSkills, а во-вторых, что значит на практике быть его ресурсным центром. То есть чем вы занимаетесь сейчас. А что вы об этом слышали? Мы слышали, что будет, во-первых, очень много участников из многих стран, то есть это нужно будет как-то отфильтровать, я так предполагаю, да, 70 стран со всего мира, 1300 участников примерно. 50 компетенций. 50 компетенций и тысячи экспертов, и всё это будет аж ещё только в следующем году, и поэтому масштабы уже покоряют, раз это будет в следующем году. А ещё начали готовиться, вы говорите, в прошлом летом. Вообще гигантское. В прошлом году. В прошлом году, да. Гигантское мероприятие. Вот что мы слышали. Да, вы совершенно правы, это мировой чемпионат. И если мы говорим о участниках, и если мы говорим о волонтёрах, то совершенно две разные истории, да. С участниками всё происходит следующим образом. А Россия присоединилась к этому движению WorldSkills, и у нас появилась WorldSkills Russia, да, в 12-м году, сравнительно недавно. 12-й? 12-й. Это давно, мне кажется. 7 лет. Мы первый раз принимаем мировой чемпионат. Как думаете, хорошо или плохо? Ну, если вы говорите, что это недавно, наверное, не очень хорошо. Я думаю, это круто. Это круто, но это очень большая ответственность. Это очень страшно. Это хороший результат. А почему нам доверили? Потому что за 7 лет мы доказали, что мы сможем. А почему? Как нам это удалось? Как вы думаете? Наверное, хороший результат показали участники, и... Да? Нет? Это во-первых. А во-вторых, чтобы провести мировой чемпионат, нужно иметь опыт проведения региональных и национальных этапов. Что логично. Вы хорошо подготовились и попрактиковались на формате WorldSkills Russia, да? Наша страна действительно это делала. Почему? Потому что у нас страна большая. У нас много регионов. И... А, мы обогнали всех количеством. Да, то есть 84 региона на данный момент задействованы в этом движении. В них уже во всех проходили регионалки. Регионы у нас очень разные. Это разный опыт. И мы смогли это сделать. Это значит, что мы сможем сделать классный мировой чемпионат. Вот так. Круто. Ну и то, чем вы занимаетесь сейчас на практике, перед вот этим большим событием, понятно, как вы внесли вклад в то, чтобы он произошел, да, у нас в стране, но... Как вы... Про волонтеров. Да, что делают сейчас волонтеры, вот сегодня и завтра. Да, без проблем. Какие волонтеры будут? Прежде всего, это четыре категории. Это городские волонтеры. В основном местные казанские ребята, которые знают свой город, которые знают достойные замечательности, которые смогут ребятам со всего мира его показать, его презентовать, показать, какие мы достижения. Но это нашего региона не очень касается. Да. Далее, это волонтеры площадок, то есть, которые будут как раз-таки закреплены за бывшими упомянутыми компетенциями. Да, совершенно верно. Следующая группа, это волонтеры сервисов. Что вы думаете, скрывается за этим странным названием? Не знаю, проводить в комнату, в туалет, там, что значит сервис, я не знаю, еда. Да, то есть, вы примерно догадываетесь, совершенно верно. Это может быть функция питания, это может быть функция транспорта, это может быть размещение. Все делают волонтеры. На самом деле, волонтеры, это главный организатор везде. Ну, все, что касается около мероприятия, да? Да, 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 да. Все, что хозяйственное, вот это сервисы. И последняя группа, такой элитный эшелон, да, это атташе. Атташе могут быть как национальных сборных, так и junior skills, это отдельное направление. То есть, world skills действительно заинтересованы в том, чтобы популяризовать движение рабочей профессии. Это классно, не бойтесь. Вы станете профессионалом и сможете путешествовать по всему миру, показывать, какой ты классный, что ты можешь делать своими руками. Не нужно этого бояться. Тем более, в нашей стране, я думаю, еще некоторое время назад было очень актуально, когда родители говорили своим детям, ну, в колледж не стоит. Может быть, все-таки в ВУЗ. Да, если ты можешь, лучше в ВУЗ. А почему? Ну, колледж это как-то стрелко, да. Ну, престижнее, да. Ну, и потом зарабатывать меньше будешь. А на самом деле, все не так. Если посмотреть, сколько получают газоэлектросварщики, допустим. Да, например. То есть, это действительно поражает воображение. И обывателю это незнакомо. Тем более, ребенку это незнакомо. Поэтому важно показывать на таких мероприятиях, во-первых, что люди делают, и как это даже со стороны может завлекать. Во-вторых, как потом... Раз это движение общемировое, получается, что у нас газоэлектросварщики не только в нашей стране столько получают, да? А, они захватили мир, я так понимаю. Да я просто пример привел бы. Да нет, ну я согласна с твоим примером. После рекламы вернем. У нас в гостях замечательный человек, координатор по работе с волонтерами Волонтерского корпуса Новосибирской области Маргарита Юрченко. И за первые минут семь разговора гордость за нашу страну возросла, ну, во много раз. Доброе утро еще раз, Маргарита. Доброе утро. Разговариваем, конечно же, про WorldSkills для тех, кто только что присоединился. Давайте пойдем немножко по подробностям всего мероприятия. Что вы уже успели сделать сейчас, волонтеры? Сколько заявок уже принято? И решено ли уже, кто точно едет, или еще можно как-то подавать заявки? Что для этого нужно? Я бы даже того не понимаю, спрашиваете очень секретную информацию. Да? Да. Сколько заявок, мы не знаем. Почему мы не знаем? Потому что прием заявок еще идет. И до конца года мы будем принимать. До конца года можно. Да, можно и нужно. Чем больше будет заявок, тем выше шанс, что мы отберем самых высококлассных специалистов из волонтеров, да? Которые будут и атташе, и на питании, и на транспорте, как мы уже выше сказали. Это вы про заявки на волонтерство? Да, конечно. А кто принимает заявки на участие как участников в Орлдске? О, там совсем другая история. Вы к этому не причастны? Нет. Ресурсный центр по набору волонтеров имеет дело только с волонтерами, что в принципе логично, да? С участниками все происходит несколько иначе. Основная аудитория это молодежь, да? От 17 до 25, и молодые специалисты в некоторых компетенциях, в которых объективно требуется, чтобы человек набрал больше практического опыта, возраст продвигаясь до 29-30 лет иногда. Основная аудитория все-таки студенты. В нашей стране это студенты колледжей, средне-специальных высших учебных заведений, да? Иногда все-таки учебные заведения отрабатывают с ними непосредственно. Они знают, когда пройдет региональный этап, они знают, кто лучший из их студентов и направляют. Ну, а дальше цепочка закрутилась, да, региональный, национальный, кто прошел. Ну, а что вот касается отбора волонтеров, в конце года вы наберете какое-то количество заявок, если их будет гигантски много. Как их будут, кому-то же откажут, по какому принципу? Может быть, вы можете дать сейчас какие-то практические советы тем, кто в будущем даст заявку, как остаться, как пробиться. Это самый страшный момент, на самом деле. Смотрите, у нас в Сибири два ресурсных центра. Мы и Красноярск. У Красноярска, соответственно, будет весь Красноярский большой край. Мы представляем, как он выглядит. А у нас, как у ресурсного центра, все остальные, не только Новосибирская область. Значит, что конкурс будет просто гигантский. А сколько мы повезем от региона? 25-30 человек. Ну, чего себе. Вот это конкурс. 25-30 человек от каждого региона. Нет, не от каждого региона, а от ресурсного центра. А, от ресурсного центра. Это сколько на место получится? Ну, это мы узнаем только в конце года, когда будет объявлено. Предсказать невозможно, но... Вы это прикидываете примерно, как вы считаете? Ну, если судить по прошлому опыту, то, может быть, 20-30 человек на одно место. Это по региону у нас так было. По одному региону. А если у нас будет Томск, Томск и так далее, ну, вы сами понимаете. Ну да, наверное, к сотне приблизится число. Да, и по поводу критериев, каким всё-таки нужно быть, чтобы попасть. Ну, во-первых, так как мы не жители города Казань и республики Татарстан, нужно быть совершеннолетним человечком, чтобы всё-таки до туда доехать, потому что большая ответственность несовершеннолетних вести в качестве волонтёра это невозможно. Во-вторых, очень важны, конечно, такие навыки, как коммуникабельность. Нужно общаться с людьми, нужно не бояться этого. Желательно хорошо, это доходчиво делать по-русски на родном своём языке. Но очень важно делать это не только на родном языке, потому что это мировой чемпионат. Владение английским, видимо, обязательно. Английским, как минимум. Но мы всегда говорим, есть волонтёры с большим опытом, очень хорошие специалисты в определенной отрасли. Которые работали на олимпийских игр? Да, которые были в Сочи и в 17-м году на Всемирном фестивале молодежи студентов, которые были на олимпийских играх, которые были на Летнем универсиаде в Казани в 13-м году, на язык они не знают всего разных причин. Это не значит, что они не смогут попасть. Есть определенные направления волонтерской работы, где язык не так важен. То есть до 19-го года есть шанс подтянуть до какого-то полуразговорного уровня, доказать, что достоин и попасть в команду. Но язык – это важно. А когда ты подаешь заявку, важно отдавать себе отчет о том, какое направление тебе интересно. Волонтер-специалист, как Аташе, например, он обязан владеть английским в совершенстве и желательно еще одним-двумя языками. А на какие направления можно надеяться, если языка не знаешь? На сервисные совершенно точно, но транспорт, на питание с размещением уже потяжелее, потому что мы понимаем, что это работа в гостиницах, это общение с иностранными гостями. Вот, да. Будет ли какая-то итоговая подготовка у тех, кто уже, вот вы отберете 25-30 человек, как-то их будут еще готовить? Да, конечно, конечно. В каком виде? Все волонтеры на международные проекты проходят обучение в несколько этапов. Сначала это компетентностный тренинг, то есть это личностные качества, приходит тренер из сферы неформального образования и разговаривает с ребятами непосредственно, например, про межкультурную коммуникацию, про ненасильственное общение, потому что на мероприятиях такого уровня это крайне важно, да. Понимать, что мы взаимодействуем не только с представителями своей нации, своей культуры, приезжает весь мир, и он ведет себя совершенно по-разному. Для волонтера, для того, чтобы обеспечить качество проведения соревнований, не спортивных, что наша сторона уже делала, а вот таких, очень-очень других, компетенции, разные профессии, это сложно, но мы сможем, да. Это первый этап. Немножко страшно с вами в организме. Это очень-очень. Это правда сложно, мы отдаем себе в этом отчет. Второй этап – это функциональное обучение, непосредственно по направлению, которое ты выбрал и на которое тебя уже взяли. Тебе рассказывают. Какие-то ситуации задают, да, как ты будешь действовать? Да, да, кейсы, грубо говоря. И потом уже на месте объектовое обучение ты смотришь свой объект. Экскурсия, да? Погружение? Экскурсия, как минимум, да, какая-то практика, как максимум. Что ты конкретно будешь делать, стоя на вот этой точке, встречаясь с вот этими вот людьми, тебе объясняют… Репетиция такая. Да, грубо говоря, да. И потом на полигон МЧС, да, строить шалаши, разводить костер без… Обязательно. Junior Skills не успели обсудить, но я думаю, может быть, это будет поводом встретиться еще раз. Да, спасибо большое, Маргарита Юрченко была у нас в гостях, координатор по работе с волонтерами Волонтерского корпуса Новосибирской области. Это еще не все. Благодарна передача, благодарны слушатели, мы желаем вам удачи, спасибо, что пришли, спасибо, что пришли. Короткая жизненная история от Маргариты Юрченко, забавная и волонтерская. Да, именно волонтерская, я специально вспоминала что-нибудь подходящее для тематики. Итак, мы ее называем «Охраняй меня, если сможешь». Даже есть название. 14-й год, Олимпийские игры в Сочи. Мы помним, там было очень много волонтеров, в том числе и волонтеры от Новосибирской области. Так получилось, что вся наша делегация работала на направлении транспорт. Одна из волонтеров, не будем называть ее имя, приехала, ее закрепили за своей площадкой. Она приходила каждый день, с полной отдачей отрабатывала смены, но чувствовала себя очень подавлено. Потому что ей казалось, что все делают какое-то полезное и интересное дело, а она нет. Почему? Потому что ее площадка выглядела следующим образом. Это было поле, рядом с которым была остановка. И никто никогда туда не приезжал. Она приходила первый день, второй день, третий день. Уже начала отчаиваться. И вот однажды, она стоит, ничего не делает. Смотрит, как на это поле снижается вертолет. Ну, отягивает, мягко говоря. Стоит, вертолет сел, из вертолета выходит Владимир Владимирович Путин. Начинает махать ей рукой, ее глаза распахивают. Куда вас проводить, да? Думает, это он мне? И тут она вспоминает, что никого, кроме него, у нее нет на этом поле. Ну, надо сказать, волонтер уехал с осознанием всей важности смысловаться. Это стоило всего, да. Все, Олимпиаду, не дело ничего, чтобы один день помахать президенту. Молодец. Это крукая история. Мы от души очень за нее рады. Спасибо, Маргарита. Пожалуйста. Круто. Здорово. Как Лукашенко забежал в штаб волонтеров на Олимпийских играх. Ну, мы слышали тоже отношения.